Друзья, приветствую всех на канале Просто Дима. Обратился ко мне подписчик с очередной просьбой. Просит посмотреть машину в Бресте. Сам он живет не в Бресте. Ну, дабы не ехать, просто не тратить бензин, попросил посмотреть Б5 Пассат. В кузове седан, 98-й год, с мотором 1.8 Турбо. Еще раз повторяю, машины ищу не я подписчикам, а подписчики просто просят меня посмотреть тот или иной автомобиль, проверить там где-то, посмотреть краску и так далее. Ну, и высказать свое мнение по поводу увиденного. Поэтому сейчас мы поедем посмотрим. С владельцем я созвонился. Но он сейчас на работе, а машина стоит на стоянке. Посмотрим сначала внешне, если она нам понравится. Ну, значит тогда будем уже связываться, чтобы приехал владелец с ключом. откроем, заведем, проедемся, ну и так далее. Ну, собственно говоря, все. Сейчас едем на осмотр. Так, друзья, ну вот, собственно говоря, этот пассат, этот агрегат. Такой вот в серебре. Давайте посмотрим сначала внешне. Ну да, видно, что он такой весь крашеный. Даже без прибора я вижу, что там шпаклевки слой. Ну, и вот это вот как бы то, что задняя крышка под квадратный номер. То есть, скорее всего, автомобиль все-таки из Америки. Тут вот такие вот жуки. На задних арках. Ну, это в этих годах, да, у пассатов у них. Тут вот появляются жуки. На дверях тоже точки. Крылья. Неплохая резина. Тут капот тоже вижу явно шпаклеванный. Вот эта болячка, значит, с капотом. Ломается вот эта лапка, которая открывает капот. Так вот здесь вот на загибах арок уже краска облупилась. Так. Ну да, панелька, ребята, в милях. То есть машина из Америки, скорее всего. Ну, давайте. Человек просил проверить прибором. Давайте ради интереса проверим. То есть родная краска здесь должна быть в районе 100-120. Начинаем капот. 250. 350. Тут вот. 170. 180. 280. 240. 240. Ну, то есть двойной окрас. Идем на крыло. 260. 250. 240. Тоже двойной окрас. Тут 180. 200. 270. 170. 220. 250. Не, ну, ребята, это было бы странно, если бы он был не крашеный. 200. 210. Тут даже видно шагрень. Ну, здесь. Ох, ребята, 2,9. То есть тут шпаклевки 3 миллиметра. 2,2. Ругается прибор. 890. 790. 1100. 1700. 1600. 1900. 400. Ну, то есть вот тут, ребята, шпаклевка. Тут просто лупится краска. 270. Крышка 150. 160. 110. Ну, крышка, может, просто облитая. 140. 170. 190. 180. 160. 130. 220. 360. Ну, тут вот, походу, тоже подделывалось. 160. 120. 140. 220. 170. 210. 210. 190. 100. 120. 120. 120. Ну, в общем, что, может, крыша, давайте, может. Ну, крыша, да, крыша, походу, родная. 130, 150. Стойка. 200. 120. То есть, кроме крыши, она окрашенная. Ну, и шпаклевка. Шпаклевка вот. На вот этой вот задней арке. Притом, видите, она даже местами уже потрескалась. Ну, и покрашена так неаккуратно. То есть, где-то на резинке заходит. А, значит, не сказал про цену. Ребята, по цене, по цене он, в принципе, по низу рынка. 2950 долларов за него просят. Это то, что ценник в объявлении. То есть, без торг... Ну, то есть, не торговался я еще, само собой, за него. Так, что вам сказать. Ну, если честно, первые впечатления не очень. Ну, с другой стороны, цена... Ага, тут немножко уже по низам. Подмятые немножко... Подмятые... Подмятые днища. Коррозия, само собой, присутствует. Тут, вот видите, немножко... Пластик вот этот вот съеден резиной. То есть, это говорит о чем? О том, что какое-то время машина ездила без бампера. И терлись вот эти вот подкрылки пластиковые от колеса. Сейчас посмотрим тут. Ну, туда, где вот в районе поддомкратников. Там кромка эта ржавая. Как бы это ничего страшного, в принципе. Салон. Салон велюровый. Тут вижу, что заштопано. И там уже продавлено до железа. Здесь более-менее вот такие вот... Видите? Некрасивые такие дырки. И вот видите, вот это вот обтянуто уже неродным... Неродным велюром. То есть, вот велюр родной должен быть... Должен быть вот такой вот. А здесь вот такой. То есть, передние, по крайней мере, перетянуты карты. Да, панелька в милях. Какая-то магнитола есть. Кондиционер. Пятиступенчатая механика. Ну, не знаю. Не нравится мне этот авто. Тут вообще в другой цвет. Ну да, потолок. Стойки перетянуты. Тоже таким карпетом. Не, ребята, даже я не буду, наверное, звонить продавцу. Даже с учетом самой... Ну, одной из самой низкой цены по рынку. То есть, меньше трех тысяч долларов. Но я считаю все-таки... Человеку для себя такую машину не стоит брать. Ну, мне так кажется. Ну, хотя, конечно, не знаю. Сейчас буду звонить. Буду рассказывать. Ну, дальше, если человек попросит мотор запустить и так далее, то, конечно, я свяжусь с продавцом. И мы договоримся на дальнейший осмотр. Ну, так, чисто... Чисто визуально. Мне машина не очень нравится. То есть, я бы вот... Ну, для себя бы я такую машину не покупал. Даже за вот такие деньги. Все, дорогие друзья. На этом пока все. Субтитры сделал DimaTorzok